Приветствую вас. По смыслу я, наверное, больше солидарен с коллегой Светланой. Её позиция кажется мне более такой приближённой к истине, наиболее приближённой к реальности. Вот, потому что, ну, действительно, как-то уж слишком вы сильно давите на ребёнка, слишком уж как-то сильно вы перекладываете на него ответственность за свои переживания, за свои состояния, да, то есть, ну, за то, что переживает бабушка, например, да, то есть это её личная проблема бабушка, что она переживает. Если она действительно ничего не делала, то дело не в ней и переживать не стоит, вот. Если она действительно ничего не делала. А если она всё тут сделала, то она, скорее всего, не сознаётся. Вот. И тут, пожалуй, два основных момента, которые мне хотелось бы выявить. Первый момент – это то, что вы… Есть некая идентификация, есть некое растворение, что ли, ребёнка в вас, если вы понимаете, о чём, о чём я говорю. То есть, вы говорите, что вы, значит, пользуетесь услугами бабушки, в том смысле, что она вас забирает там, ну, из сана, да, то есть всё вот это вот, вот это вот. Но вы воспринимаете, как бы, своего ребёнка, как мне показалось, неотделимо от себя. Да. А это деструктивно для него, потому что для ребёнка важно и нужно, чтобы его воспринимали отдельно, всё-таки. Отдельно от родителей. Вот. И, пожалуй, это первое, о чём хочется сказать. То есть, о причине такого, если угодно, слияния между вами и ребёнком. То есть, почему такое слияние имеет место быть между вами? Может быть, вы сами, да, может быть, вы сами на бабушку обиделись за что-то. Вот. Именно вы обидели. А ребёнок просто это скопировал. Вот. Ну, потому что, если вы, да, если вы, то ребёнок лечён самостоятельности. Понимаете? Лечён самостоятельности в принятии решений своих, например. Лечён самостоятельности выбора и так далее. Вот. То есть, опять же, я, конечно, не знаю. Может быть, я утрирую сейчас, да. Может быть, ситуация не такая. Но выглядит. Выглядит. Всё. К сожалению. Именно так. Пока всё. На данный момент. Дальше. Второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что... Так. Вот вы пишите, что... Раньше, наоборот, другим говорили, что не баба, а бабуля, да. То есть, опять же, вот это вот мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы. Да, при том, что ребёнку уже 4 года, как бы он уже давно не мы, а до вас он до сих пор мы. Так приходит в сад и молчит, в комнате не выходит. Бабочка не разговаривает, пока я не приду. А должна? То есть, как бы... Ну, не хочет. Может быть, дело вообще... Как бы... Ммм... Ммм... Не в вас, не в бабочке. А... Вы не думали о том, что... Дело... Дело может быть не связано с... Ммм... Вами. Конкретно. То есть, откуда, мммм... Ммм... 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 Такое, знаете... Ммм... Вик... Мммм... Вик... 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 Виктивное, поведение, то есть, если... Если что-то произошло, то это сразу я виноват, например, или бабушка виноват, или что-то еще. Откуда такое вот вективное поведение? Это именно вективное. То есть вы не позволяете ребенку, как бы, ну, самому определять, как он хочет действовать, что он хочет и так далее. Также непонятно, с чего все началось. То есть все было нормально вечером, ну, все было хорошо вечером, а потом на следующий день что-то случилось или как? Как ситуация-то развивалась, вы не обещали этого, как именно развивалась ситуация? А ее генезис, вот, вы не обещали. А это важно. Тоже. Так, но здесь пытались, вы не прийти, но не говорили, а должна говорить, Ирина. Должна говорить, вы считаете, что она должна. Но опять же, вы для себя решите, чего хотите для ребенка. Именно. Именно. Вот именно для своего ребенка, чего вы хотите. Потому что, если вы хотите, чтобы у ребенку было все хорошо, да, то так действовать, как вот вы действуете сейчас, не стоит. Потому что, как вам и сказала моя коллега, вы только отдаляете от себя ребенка, только, ну, зажимаете еще больше его. Так, значит, знаю, что баба ни наругать, ни обидеть не могла. В этом я уверен, и наоборот, даже Лена их все разрешала. Ну, значит, ребенок сделал что-то сам. За что считает, а бабочка его не примет. То есть, если говорить, что его ребенок сам считает себя виноватым. В чем да? Вот. И из-за этого не общается, ну, не взаимодействует с бабочкой. Потому что, например, ей, допустим, или ему, ну, мне почему-то кажется, что это девочка. Больше. Вот. Ей стыдно. То есть, это стыд. То, что ребенок испытывает, да, это стыд. Мне кажется. Снимаете? Вот. И если я прав, если я прав, если это действительно стыд. Вот. То здесь не нужно давить на ребенка, тем более. здесь нужно, скорее, смотреть на то, как этот стыд стал возможным для ребенка. Вот. Вот. То есть, как правило, дети, они стыдятся, стыдятся не просто так. Их этому кто-то, ну, кто-то учит. Ну, как правило. Вот. 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 И вам нужно это выяснить. Откуда у ребенка стыд? Вот именно чувство это. Чувство стыда. Вот. Это можете сделать только только вы. Как бы только вы на это своего ребенка. Дальше. Вы пишите, что так, я не знаю, что делать. Не знаю, что делать, чтобы что. В чем трагедия заключается конкретно. Для вас, Ирина. Бабочка очень переживает. Говорит, почему? За что? Плачет. И я, конечно, переживаю. Это не смогу решить исправиться с четырехлетним ребенком. А с ним нужно справляться? Нет, Ирина, вы серьезно думаете, что с четырехлетним ребенком нужно справляться? Зачем? Ну, в конце концов, если ситуация так важна для вас, например, и для бабочки. Ну, если, если ситуация так важна. Вот. То оставьте наедине бабочку и внучку или внука. Вот. и у них просто выбора не будет. Понимаете? Ну, рано или поздно, рано или поздно, все равно пойдут на контакт. Вот. там, вот это ребенок. Ну, если уж так важно для вас это. нет. Но, справляться, справляться с ребенком, нет, я не думаю, что это хорошая идея, не думаю, что это правильная идея, не думаю, что это идет на пользу, вот, для ребенка. вот. Ну, а бабочка, она, к сожалению, воспринимает не совсем адекватно то, что происходит, потому что она это воспринимает как жертва. То есть, как будто она жертва в этой ситуации. почему, за что. Это какое-то, знаете, детское, детское восприятие. Ребенком четырех лет, да, может быть не за что, да, может быть просто так. и это нормально. Понимаете? Этот ребенок, он не может быть последовательным в своей позиции. Обязательно. А вы, как будто, ждете, ну, ждете от него какого-то более, ну, может быть более взрослого поведения, поведения, что ли, понимаете? Вот. Мне кажется, что это ошибочно. Это ошибочное суждение и ошибочная позиция. Понимаете? Вот. То есть, если бабочке тяжело, то бабочке нужно, как взрослому человеку, взятную себе ответственность за то, что чувствует она. А вам, вам, ребенка нужно поддержать, чтобы он доверился вам. Чтобы он не боялся, да, а именно доверился вам. вот. Ну, так, а вы как поступаете? Вот. Понимаете, да? То, что вы же не делаете так. Да, вы же что пишете? Вы пишете, что значит нужно справиться с ребенком, как будто он враг. Как только не пыталась выяснить причину, бесполезной и по-хорошему, и на повышенных стандартах, ничего на эту тему не пояснялось. А зачем? Откуда такое желание выяснить причину? Ирина, складывается впечатление, что это нужно лично вам. Ну, для чего-то. Складывается такое впечатление, что это вам нужно выяснить причину. Вот. Для чего-то. Ну, так, опять же, ответственность. Понимаете? Ответственность за это все ваши бабочки. А расплачивается кто? Ребенок. Вы считаете это справедливым? Вот. Для себя. Ответьте на этот вопрос. У вас цель какая? Что-то вот вы говорите, да? Что ну, чтобы вам подсказали, как выйти из этой ситуации. А цель у вас какая? Именно цель. Вот вы чего хотите конкретно? Что вам нужно? если у вас цель помочь ребенку, то вы выбрали не совсем соответствующую модель поведения. Если у вас цель помочь бабочке, то это тоже модель поведения не совсем хорошая. потому что в данном случае бабочка вернулась опять же как жертва и потакаете именно потакаете ей в том, что она себя жалеет. Вот. А жалеть себя это это деструкция. Это превосходство. По сути. Ну когда человека жалеет, то он над ним над ним как бы чувствует превосходство. Вот. И в этом нет ничего хорошего. так же. Потому что этот человек ничего не дает. Позитивного. По крайней мере. Вот. Понимаете о чем идет речь. Вот. Поэтому определите пожалуйста чего конкретно вы хотите для ребенка может быть. Для себя может быть. Для бабушки может быть. Вот. что нужно. Вот нужно. Понимаете. Вот это это те вопросы на которые вам необходимо ответить. Это те вопросы на которые вам необходимо дать ответ. И тогда уже будет более менее понятно. что Уже более менее будет ясно насчет что вы хотите. Какой у вас ориентир. Вот. Но еще раз обратите пожалуйста внимание. Вот именно на то что вы как бы ребенка воспринимаете как что-то не самостоятельно. Обратите пожалуйста на это внимание. Потому что это важно. Это важно именно для дальнейшего так сказать развития ребенка. вот ведь вы же не будете отрицать того факта что эта ситуация она так или иначе закончится. Хотя бы потому что ребенок ну он он не сможет запомнить он не сможет долгое время придерживаться этих вот ну чувств свои он их забудет. Это потеряет актуальность. Вот. Но вы вы не даете ему не даете ему это сделать. не даете ему забыть именно потому да именно потому что как бы постоянно напоминаете об этом. Постоянно напоминаете о том что произошло. вот вот опять же вопрос о том а как как бы что что важно для вас вот понимаете и на этот на этот вопрос нужно ответить в первую очередь вам потом потом все остальное вот надеюсь это понятно но что касается специалиста то единственная ситуация затянется а действительно затянется на продолжительное время чтобы там недель две ну там смотрите сколько вот что действительно обратитесь к детскому психологу вот он поможет он поможет вот но давить на ребенка не нужно то есть смотрите ключевые аспекты какие личная ответственность а представление границ между вами и ребенком а вот а определение цели а определение собственных сил соответственно анализ поведения бабочки и ваш и вот на основании всего этого можно будет скорректировать новое 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 отношение новое поведение к ребенку и бабочке вот что и повлечет за собой наше изменение потому что семья семья это система и если вы хотите чтобы что-то изменилось меняться нужно самостоятельно тогда изменится вся система вот на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались вопросы дополнительные пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи